Мужчина на войне С особым интересом экскурсовода слушает ученик 11 класса Владимир Севаев. Он поисковик. Пока его командировки не такие длительные, но зато успешные. Увлекается оружием, его мечта найти редкий автомат или снаряд. Мне это очень интересно. Узнать историю, как люди раньше жили, что было интересного, какие были оружия и все такое. Экспозицию представили в фойе Дома культуры «Полет» в старом городке Никольского поселения. На этой сцене особенно чувствуется патриотизм, ведь эта земля всегда славилась военными, которые были здесь и во время войны, и после. Кольцо обороны Москвы. Гитлер приказал своим генералам идти на Кавказ. Взять нам Российского, что бы то ни стало. Дети расскажут. 19 августа 1942 года начались ожесточенные бои за Малую Землю. Они продолжались 393 дня. Дольше оборону держал только героический Ленинград. Подбег советского цезаря и солдат-моряков теперь не только в военных хрониках. Для меня это очень дорого, потому что сопровождаю этот проект по поручению Андрея Робертовича Иванова, автора этого проекта. Действительно, здесь своя история. И то, что проект «Новороссийск», к сожалению, подходит к концу, очень жаль. Мы узнали много интересного, много патриотичности в лицах наших ребят. Рассказать о войне, чтобы помнили. Порадоваться победе в 75-й раз. Эстафета завершилась в Никольском поселении. Без козырку, пулеметную ленту и знамя, как символ победы, с почестями передали в лесной городок. Василиса Ивашкина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово». Мы гордимся тобой! Да, Бог!